Виталий Волин Поэт, композитор и исполнитель в одном лице С большим коллективом, который называется энтузиаст Игорь Герман Привет, бродяги! Как дела в Нью-Йорке? Почем там водка, соль и черный хлеб? Как поживают Фаня, Шая, Журка И что вы кушаете в среду на обед? У нас дела, как будто бы в моряде Тусовка крупная собралась в этот раз Поем и пляшем на Калининском Варбате Мы отдыхаем тут, ну просто высший класс Варбате, опять варбате Наряды пышные и звоны хрусталя Варбате, и лишь варбате Найдется место и долларам, и рублям Девчонки ранее под стать самой Мадонне Красивый профиль, ослепительный анфас Здесь все шикарно, как у вас в Лондоне А может в Лондоне, уж вы простите нас Вот так, бродяги, мы живем не тужим Или вы забыли наш отборный мат? Ну если скучно, прилетайте тут же Всегда открыта ресторация Арбат Варбате, опять варбате Наряды пышные и звоны хрусталя Варбате, и лишь варбате Найдется место и долларам, и рублям Варбате Варбате, опять варбате Наряды пышные и звоны хрусталя Варбате, и лишь варбате Найдется место и долларам, и рублям На НТВ плюс, сегодня в ля-миноре Наряды пышные, ой, какие пышные Да, и хрусталь все здесь В ля-миноре, сегодня в ля-миноре Найдется место и долларам, и долларам, и рублям Найдется место и долларам, и рублям Приветствую, приветствую, господа Добрый вечер Вопрос такой сразу А вот Игорь, это фамилия или имя? Игорь это имя, а Герман это фамилия Понятно, хорошо, начало хорошее Игорь, ответь, пожалуйста Вот откуда произошел сегодняшний Ну, судя по коллективу Достаточно утонченный, успешный шансонье Игорь Герман Откуда эта ниточка, откуда это начало И как все происходило? Достаточно прозаично все На самом деле, как сейчас говорят Родился я в орденоносном городе Перми В общем-то, наверное, общеизвестный факт Кто интересуется жанром нашим Вот, родители, папа, мама Значит, окончил хоровую школу мальчика в городе Перми Потом мы переехали в город Набережная Челны Это есть такой город, где построен большой гигант автомобильный КАМАЗ Вот, а с 91-го года, собственно Проживаю в городе Москве Где уже непосредственно записываю и пою свои песни Понятно А в семье кто-то занимался музыкой? Ну, кроме тебя, соответственно Предыстория такая Я один у родителей Но мои папа и мама Насколько, значит, гласит родословное Познакомились в хоре Ну и, в общем-то, и папа поющий Но в основном, наверное, мама Вот, поэтому Когда исполнилось ребенку 7 лет В Перми, значит, такая Достаточно одиозная и непростая Вот музыкальная школа С хоровым уклоном Где была хоровая капелла И отвели туда, где ребенок сдал экзамены Поступил Вот, и, в общем-то, вот так вот все и начиналось Понятно Ну, ты детства, как ты считаешь, загубленной музыкой не было? Ну, наверное Может быть, меньше приходилось бегать по двору И, ну, тем не менее, приходилось и пропускать уроки Потому что хотелось Музыкальную школу, я имею в виду Да, может быть, и общеобразовательную Нет, не считаю загубленным Тем более, сейчас уже понимаю и говорю всем Что если ваш ребенок У меня уже большие дети достаточно, в общем-то Занимается чем-то еще Кроме общеобразовательной школы Наверное, это очень большой плюс Потому что кругозор расширяется И, в общем-то, нет времени на какое-то такое, может быть, не очень нужное баловство Поэтому, нет, не считаю Сейчас-то точно уж не считаю Понятно Просто, как показывает практика Многие, кто приходят в эту студию Ну, с угрюмым лицом вспоминают свое детское прошлое Убитое гаммами на фортепиано На скрипке, на баяне Вот А потом благодарить начинает папу и маму За ту поддержку, за ту платформу Которую получили в детстве Ты первый человек, я поздравляю тебя Который не обижается Я даже, насколько помню Вот, ну, с детства свое Да, мама всегда моя говорила Что из-под палки мы его не заставляем Я не хочу сказать, что я прям Бежал в музыкальную школу Но, во всяком случае, это было какое-то Может быть, даже удовольствие Потому что и мальчиковый коллектив И помню ребят, стоявших со мной рядом Пацанов, которые играли в хоккей, к примеру Кто-то у нас ходил на борьбу Но, тем не менее, все приходили Петь И, кроме этого, естественно Все, значит, предметы, которые должны быть в музыкальной школе Проходили, ну, нормально Да, я думаю, что как у всех, на самом деле Предлагаю спеть следующую песню О чем она? Следующая песня Следующая песня называется Гуцулочка Я даже знаю, что клип Крутится на вашем канале Этой песни Вот сейчас мы ее исполним Вместе с ансамблем Под городом Хабаровском На самой дальней станции Где ежатся и пыжатся Барыни всех мастей Олени бродят стоями А сопки опоясаны Гирляндами из зоновских огней В китайском ресторанчике Залетные картежники Гоняли дружно парами Положенный Деперц Покозанные дамочки Порядком искушенные Им или свой вчерашний интерес Товарищи Мазурики Ваша карта бита На пальце указательна Вортовая мозоль Всыпайте свои денечки В цинковое корыто Туз будет поглобнее, чем король Земля дальневосточная По золотишку строчная Старатели богатые Видны и тут и там Все борода так гордые Ветрами запотертые Песок зашит во внутренний карман Борьба идет здоровая Шумит, кипит столовая Бродяги южной серии Всегда возьмут свое Катают все порадочно И в куражах достаточно Старателям оставьте на вино Товарищи Мазурики Ща ваша карта бита На пальце указательна Вортовая мозоль Всыпайте свои денечки В цинковое корыто Туз будет поглобнее, чем король Девчонка наглобатая Старателя бататова Пытается, старается В объятиях задушить Снаружи вся удобная И раньше незнакомая Ей тоже надо денег заплатить Ой-ой-ой Конфуз в натуре На туре Опять за экскаваторы Пойди сюда, губастая И забери свое Жена по коммутатору Кричит в долги лохматые Ну, девки, берегитесь, ё-моё Товарищи Мазурики Ща ваша карта бита На пальце указательна Вортовая мозоль Всыпайте свои денечки В цинковое корыто Туз будет поглобнее, чем король По городам Хабаровском И Тельском ресторанчике Богатые картежники Гоняли до утра Угрюмые старатели Не в меру искушенные Их ждут еще артельские дела Вот это да! Товарищи Мазурики Ща ваша карта бита На пальце указательна Вортовая мозоль Всыпайте свои денечки В цинковое корыто Туз будет поглобнее, чем король Всыпайте свои денечки В цинковое корыто Туз будет поглобнее, чем король 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 Так вот я и хотел узнать-то Гуцулочка над городом Хабаровском Мы поменяли это, значит, местами Видимо так получилось у нас Что значит прямой эфир И группа, кстати, в Италии называется Не энтузиаст, а энтузиаст-ты Сты? Да, и один из энтузиастов У нас, в общем-то, все отлично Мы ее обязательно споем Гуцулочку, поэтому Хорошо Эта песня называлась Под городом Хабаровском Я знаю, что ее очень любят в Приморье Хочу передать всем большой-большой привет Туда, на Дальний Восток И, собственно, с тех картинок, которые я видел Летая на гастроли Получилась вот такая вот Песня под городом Хабаровском Понятно Ну что, спасибо за подробный ответ А то я уже сижу и челюсть у меня отпала Я думаю, каким образом Карпаты у нас над Хабаровском Но зато прямой эфир, да Ничего, как говорится, нет А, кстати, эффект Живого общения, живой игры Вот он, вот он Вопрос такой, Игорь А вот каким образом Тот мальчик после хора мальчиков Решил пойти Конкретно заниматься профессиональной музыкой Был ли выбор какой? На самом деле, после хоровой школы мальчиков Пришлось еще закончить музыкальное училище По классу Хоровое дирижирование Вот И В то время Идти преподавать куда-то, наверное, было Ну, я не знаю, в общем-то Все прошли, кто Мал-мальски имел отношение к музыке Я, собственно, семи лет, поэтому Была прямая дорога в ресторан Где и доблестно Десять с лишним лет Я отработал, в общем-то На месте Клавишных инструментов И пел еще при этом, да Крайние шесть лет, значит, был еще и Руководителем ансамбля, собственно Вот, и хочу сказать, что это очень-очень большая школа Прежде всего Может быть даже Общение с людьми Ну, это школа общения, да? Да, школа общения Потому что играть это одно А когда, значит, вокруг тебя каждый день, может быть, разные люди Это К чему-то, наверное, и обязывает, собственно И потом вот так вот получилось, что в 90-м году Произвела на меня Неизгладимое впечатление в то время Песня Путана Которую исполнил Михаил Шуфутинский И до какого-то времени я даже не знал, что ее написал Газманов Олег Вот, и почему-то Решил что-то, может быть, написать Что-то, может быть, написать, что-то может быть Тут я предлагаю поставить маленькую запятую Ибо с нами хочет пообщаться Сергей из Челябинска Отлично Алло А, Дмитрий, извиняюсь, Дмитрий Да, Дмитрий, Дмитрий из Челябинска Здравствуйте 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 Да, мне бы хотелось спросить вот у Игоря Германа Да Вы знаете, в Челябинск К нам приезжает и Шуфутинский И приезжает много исполнителей шансона А подскажите, пожалуйста, может быть, вы все-таки тоже приедете в Челябинск И мы послушаем вас Потому что вот нравится ваша манера, вашего исполнения Нравятся ваши песни И вот хотелось бы знать, приедете в Челябинск все-таки или нет Дмитрий, большое спасибо, что вы дозвонились Большое спасибо за вопрос Мы приедем к вам обязательно Но 99% я вам это обещаю Приедем, зовите и мы приедем Так, вот хотелось бы понять, это звучит как предложение или как вопрос? Вы знаете, на самом деле я был в Челябинске, может быть, я не выступал на площадке, вернее не может быть Я не выступал на... Я ездил на частную вечеринку и был в Челябинске И, в общем-то, очень там хорошо и прекрасные люди Всем челябинцам большой-большой привет Я думаю, что, может быть, кто-то из моих знакомых даже и смотрит этот эфир Вот, поэтому будем надеяться, что и в каком-нибудь большом доме культуры Или в вашем спортивно-концертном комплексе мы обязательно отличимся Вот, вот, вот уважаю сразу, что да что там тут комплекс Ну, если подчеркивают, а-а-а, хороший ансамбль энтузиастов, что же мы ударим ее, е-мое, по бездорожью Согласен, так, значит, остановились мы на той же путании в исполнении Газманова и Шахутинского Да, потом Газманов, Олег, потом ее оказывается Возникло желание написать что-то? Возникло желание написать и волею случая, собственно, мой двоюродный брат, Олег Чесноков Он в то время занимался кино в городе Перми И у него была своя студия И куда я поехал? Я поехал в свой родной город, из набережных Челнов, в отпуске это было И мы поехали, значит, с женой поехали И так получилось, что композитор и аранжировщик Эдуард Андрианов Который, собственно, написал очень много и со многими нашими артистами И с Перми авторами, исполнителями работал Буквально за месяц мы записали альбом, мы записали 11 песен Ну, это темпы бешеные Это не спали ночами Это мы спали, может быть, 2-3 часа днем Ночью мы работали в студии Потому что был какой-то невероятный подъем Какое-то такое возникло взаимопонимание Какой-то вот этот вот контакт И в ноябре В ноябре 90-го года То есть ровно 16 лет назад Мы привезли этот альбом в город Москву Где Андрей Лукинов В то время даже еще не было CD, а выпускались просто Компакт-кассеты Была такая большая студия звук Андрей Лукинов был там, значит, главным На сегодняшний день, насколько я знаю Андрей занимает не последнее положение На фирме у Игоря Матвиенко В его продюсерском центре Вот, он сделал на 450 городов тираж И, собственно, вот с этого все и пошло И песня Путана, наверное, отразилась в этих песнях Для тебя это знаковые песни Каким-то образом Знаковые Зацепили слова, на самом деле Зацепили слова Там, правда, переделывают Переделывают по мере возможности По-моему, Газманов написал Он в Афганистан А она, значит, куда-то В валютный бар Да А потом ее стали петь Я в лагере, а ты в валютный бар Ну, в общем То есть, вот Тоже люди что-то свое Да, неплохая песня Я думаю, что хорошая песня у меня получилась Предлагаю спеть Что поем? Поем медленную песню Так, господа, вы это Соберитесь все вместе И решите, что вы делаете Не-не-не-не У нас все нормально Просто Просто О чем песня? Прямой эфир Песня Новая песня На самом деле Новая песня Написана была Может быть Не так давно Про любовь Все песни про любовь Это прекрасно Вот Называется Я не знаю Впервые Не знаю Поехали Я не знаю Впервые Не знаю Что и как И зачем Сучусь Улетаю Опять Уезжаю И не верю Что может Вернусь Заметает Следы Отпускает Скатерть Белая В снежном Пуху И последние Тропы Сжигаю От тебя И любви Ухожу Заметает Следы Отпускает Скатерть Белая В снежном Пуху И последние Тропы Сжигаю От тебя И любви Ухожу Не забыть Мне Последнюю Встречу Что Разбило В ночи Две Судьбы И Уже Ли Ответить Мне Нечем На Обиды И всхлипы Твои Что Сказать Мне Тебе Дорогая Чтобы Было Как В первую Дрожь Точно Знаю Одна Ты Родная Только Жаль Не Простишь Не Поймешь Что Сказать Мне Тебе Дорогая Чтобы Было Как В первую Дрожь Точно Знаю Одна Ты Родная Только Жаль Не Простишь Не Поймешь Родная 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 И уже Никогда Не Услышать По Привычке С утра Голос Твой Может Просто Начерта Нас Выше Навсегда Развечаться С Тобой И Не Будет Кого То Мне Ближе Забирает похмельная грусть Есть надежда, что в следующей жизни Я к тебе непременно вернусь И не будет кого-то мне ближе Забирает похмельная грусть Есть надежда, что в следующей жизни Я к тебе непременно вернусь Я к тебе непременно вернусь Я к тебе непременно вернусь Игорь, вот просмотрев твои, ну может быть не все клипы, глядя на твое поведение, слушая твои песни, видна какая-то стильная сценичность, которая сейчас, может быть, выглядит достаточно ретроспективно Вот такая стильность, ну вот последний раз я, наверное, видел вот такого мастодонта, может быть, эстрады, как Бори Сичкина, видимо Я, кстати, был с ним знаком, с Борисом Михайловичем, да Откуда? У современного человека, вот такое утонченное, может быть, где-то одесское видение сцены, зрителей, мира, самого себя На самом деле, насколько вот я знаю за собой, сейчас уже прожив определенное время в городе Москве, достаточно большое, да, и проживая Я знаю, что вот наш говор уральский, да, то есть вот его всегда можно, что называется, выкупить Но в свое время, когда мы только познакомились, Слава Медяник, вот я помню, тоже давно-давно это уже было, он сказал Какое-то у тебя одесское что-то там туда-сюда, то есть мы сейчас сидим в прямом эфире, естественно, может быть, я не могу себе позволить шутить как-то, как я Как мне кажется, умею, да, вот Вы знаете, это все от родителей, Виталий, это все от родителей И если что-то, может быть, вы говорите о стиле, я сам за себя, наверное, такое вряд ли, наверное, когда-то скажу Это все Господь Бог в общем-то, вот Еще, может быть, что можно добавить, наверное, как мне кажется, впервые скажу это вот так вот, на люди, что называется Мог бы, наверное, из меня получиться неплохой драматический актер, как мне кажется Вот, ну, к счастью или к сожалению, скорее всего, наверное, к счастью, мы поймем песни и от этого не грустим Игорь, а была какая-нибудь сценическая, но эстрадная практика в твоей жизни? Эстрадная практика? Или просто хор мальчиков, затем хор мальчиков? Я могу сказать, нет, нет, в хоре мальчиков был такой момент, когда, значит, Пучков Юрий Николаевич, дай Бог ему здоровья, на сегодняшний день он возглавляет, насколько я знаю, Пермское музыкальное училище, очень сильное И вообще, что касается Перми, то все, наверное, знают, может быть, не все, во время войны, скажем, из Питера туда во время блокады переехала балетная школа И до сих пор Пермский оперный театр, насколько я знаю, хотя я к этому не имею совершенно, может быть, никакого отношения, он занимает в мире какое-то одно из первых мест Вот, и что касается музыки, и училища, и, значит, много музыкантов очень достойных, и очень даже много в Москве, из Перми Так вот, о чем мы говорили? Была ли какая-то сценическая практика? Пучков Юрий Николаевич, значит, после хора, говорит, Игорь, останься, зайди, пожалуйста Я захожу, он говорит, попробуй сказать, там, Половинкин, слова такого-то, песня о мальчишках из капелл То есть я стал конферансье, и на протяжении последних, последней учебы в хоровожку Лима я три года вел концерты А хор, это, значит, постоянно отчетные концерты, мы выезжали на гастроли, значит, другие города, как в то, в Свердловск, например, там, пели в Свердловской консерватории Вот, был такой момент, на пароходе выезжали летом Я был как конферансье, выходил и объявлял Вот первое, наверное, такое свидание, что называется, с эстрадой непосредственно, да, если вот взять какие-то артистические, может быть, да Вот, а вообще, что касается эстрады, когда я приехал в Москву и... Одну секундочку, тут мы опять забегу встанем Да, молчу, характер бархатый Михаил из Волгодонска хочет с нами пообщаться Михаил? Да? Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Я бы хотел диск бы MP3 Получить Я никогда заказывал, что никак не мог купить нигде Очень сложно достать диски Михаил, вы знаете Сегодня существует некоторая проблема Вообще, хороший вопрос, на самом деле И существует проблема Вроде бы уже устаканился на какой-то момент рынок Продажи, да, CD-носителей и DVD-носителей Ну, еще вот, не далее, чем совсем недавно, еще и не прошло и полгода, как вышел у меня диск на вот этот вот лучший на фирме, да И его сейчас вот я в продаже не наблюдаю Значит, мой директор звонит в дистрибьюторскую сеть и говорит, где они говорят, мы собираем заказ То есть вот сейчас у них должен выйти этот заказ, они должны собрать и выпускаются потом диски Мы обязательно эту картину поправим Ну, кстати, хочу сказать, что на MP3 не только мой альбом, я знаю, вышел, там еще какие-то авторы-исполнители, не знаю, правда, кто, извините Вот, и, собственно, наверное, это можно купить в продаже Просто если хорошо постараться, Михаил, вы обязательно купите Если нет, мы приедем в Волгодонск, я вам подарю, когда вы придете на концерт Вы запомнили? Да, 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 нет, нет, это однозначно А вот сделал бы человек, вопрос бы задал какой-нибудь толковый бы Ну, что же Вот какой-нибудь вот такой вот хороший вопрос И получил бы за это диск Для него это на сегодняшний день проблема есть, он хочет, но негде взять Кстати, ни у одного, да, не только в Волгодонске проблемы, это, к сожалению Да, да, да По приезде в Москву Да Мы поставили запятую По приезде в Москву Да, и сценическая твоя А, это после запятой, а, я понял, да, нет, а что получилось? Просто я попал, опять же, волею случая в театр эстрады Значит, мы заговорили про эстраду, и вот эстрада, да, театр эстрады И был такой интересный момент, значит, чтобы работать в театре эстрады В программах в каких-то даже, да Нужно было в тот момент, он еще был жив Знаменитый и легендарный Борис Сергеевич Брунов И, значит, был такой момент, когда Главный редактор театра, замковец Галина Александровна, вот как сейчас я помню Она сказала, Игорь, чтобы ты участвовал в наших программах, тебя должен посмотреть Брунов Я говорю, что для этого нужно? Она говорит, ты должен надеть свой концертный костюм И мы тебя в зале послушаем Я говорю, ну, хорошо, я одел смокинг и вышел на сцену и стал петь Как буду блатной и богатый, куплю я себе черный фраг Плевать на большие растраты, мы брачные И в таком вот плане, собственно Подожди, Игорь, секундочку, это был эпатаж или это был святой наив? Не-не-не, никакого наива, зачем? Я пел то, что я, собственно, умел и что какие песни у меня в тот момент были Я одел смокинг бабочкой черной, ее просто, ага Вышел такой и, значит, там Брунов послушал две или три песни и на вы со мной, значит, говорит Он-то меня спросил, у вас все песни такие? А мне послушалось, у вас еще есть песни? Говорю, да И, значит, в догонку там ему, значит, эти блатные песни Потом они мне говорят, сидел три человека в зале, вот в театре эстрады, еще в старом, еще до ремонта И, тем не менее, он дал добро И вот после этого я еще даже выступал какое-то время на подмостках этого знаменитого и легендарного, безусловно, театра Поэтому тоже это как-то связано с эстрадой Вот я вот, кстати, мне кажется, оттуда очень хорошо Может быть, может быть, но на самом деле знаменитый конференсье, включая его самого, в общем-то, мне там вести ничего не приходилось, я просто пел Нет, то, что какая-то, что-то чего-то, я думаю, что это все вот оттуда, может быть, скорее всего Не скорее всего, а так оно и есть, если это есть Ну, слушаем следующую песню Следующую песню мы исполним, песня Гуцулочка Опять? Это на Тхабаровском, которая? Нет, 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 сейчас мы исполним песню Гуцулочка Это та песня, которая крутится в виде видеоклипа на замечательном канале Ля Минор Ох, как сильно голова болит Задымились печи в куренях Я окинул взглядом свой прикид Слышишь, Боже, как встревоженный я Вспоминаю вечер золотой Пахнущие дурью тополя Шла одна Гуцулочка домой В провожатых оказался я Она чудачка С глазами карими Смеется, светится Как на показ Вся грациозная С бантом на талии Эх, развяжу его Как в первый раз Торопкой шли до берега реки Там упали в спелую траву В камышах шептались рыбаки Сочинив народную молву Опа! Заиграл под звездами загар Обеляя молодую грудь Алых губ разносится пожар До утра его нам не затуть Она чудачка С глазами карими Смеется, светится Как на показ Вся грациозная С бантом на талии Эх, развяжу его Как в первый раз А с утра кричали Бедухи Вспомнив про народную молву Юная гуцулочка в ночи Ты была во сне и наяву Ох, как сильно голова болит Задымились печи в куренях Я окинул взглядом свой прикид Слышишь, Боже, все же счастлив я Она чудачка С глазами карими Смеется, светится Как на показ Вся грациозная С бантом на талии Эх, развяжу его Как в первый раз Она чудачка С глазами корями Смеется, светится, как на показ Вся грациозная с бантом Натали Эх, развяжу, эх, развяжу, как в первый раз Ох, как сильно голова болит У нас в гостях Игорь Герман и группа энтузиасты Игорь, вот ты человек, прошедший хор мальчиков, музыкальное училище, ресторан Школу Брунова в Театре эстрады Ну, может быть, школу-то громко сказано, но тем не менее Хорошо, пару уроков у Брунова в Театре эстрады Как ты думаешь, образование, оно в том жанре, в каком ты работаешь, оно обязательно? Или, в принципе, можно так все по наслышке, с миру по нитке надыбать и совершенно спокойно работать? Может быть, будет не очень красиво, с моей стороны, говорить об образовании, да? Но, тем не менее, я думаю, что если человек выходит на сцену, если он выходит на сцену Очень много ведь говорят, что там я для себя, там не для кого так лукаво, как мне кажется, да? Ну, для себя можно и дома под караоке, в принципе Ну, тем не менее, пою для всех, и даже для друзей, а когда друзья говорят, у тебя клево получается Человеку хочется еще, еще и еще, да? Я просто за то, что учиться никогда не поздно, собственно И я сейчас не хотел бы, чтобы как-то... Обо мне кто-то мог подумать, что я такой прям важный бумажный, там, что я вот такой ученый, да? Учусь до сих пор, и есть у кого учиться, слава богу, да? И в нашем жанре тоже, собственно, вот И даже на тех людях, извините, кого уже с нами даже нет А что касается музыкальной грамоты и образования Ну, если ты, извини меня, обозвался музыкантом и выходишь со сцены нести какую-никакую музыку, да? То ты, наверное, должен в этой музыке чего-нибудь знать, понимать Поэтому, а где этого можно научиться? И причем на сегодняшний день, ведь, опять же, очень хорошо, что у нас есть возможность Это раньше, может быть, были запрещены какие-то частные там вещи, да? Я, например, не гнушаюсь брать уроки вокала у серьезного педагога Ну, к примеру, да, то есть, или там, знаю, что музыканты в нашем коллективе Приходя на репетицию задолго, очень долго разминаются и играют И все очень высокопрофессиональные музыканты Но, тем не менее, они знают, что прежде чем что-то сыграть Нужно обязательно репетировать, репетировать и еще раз репетировать Поэтому учитесь, друзья Может быть, дядя Ленин был и не очень дядя хороший Но, тем не менее, учиться, учиться и еще раз учиться Если к этому отнестись вполне серьезно и осознанно То это можно применять к себе даже не вопрос Александр из Ростова-на-Дону хочет с нами пообщаться Александр Добрый вечер Здравствуйте Это Александр Жокер, ростовский шансонье Я бы хотел задать такой вопрос, Игорю Как вот семья, как дела с семьей, как она относится к творчеству, к этому И на самой ранней степени, как это все было, я бы хотел Александр, да? Да, да, мастер-класс человек просит Александр, Александр, большое спасибо за вопрос И всему легендарному и городу-герою Ростову большой-большой привет в вашем лице Вы знаете, начинать, наверное, всегда очень непросто Потому что, когда человек начинает... Вопрос, кстати, извини, перебью Очень хороший, потому что не все жены терпят то, что делают мужья на первоначальном этапе И очень многие люди, не только шансонье, многие просто музыканты приходят к трагедии в семье Разбегаются Вот, и, видимо, был какой-то у человека горький опыт И... Может быть даже... Нет, я думаю, что это касается вообще, наверное, любого человека Даже, может быть, не относить это, если можно, к музыке тоже Начиная заниматься любым делом с самого начала, всегда будет тяжело, в общем-то Но здесь есть один такой нюанс, очень важный Если очень сильно хочет человек И самое главное, нужно, наверное, понять на раннем этапе Есть ли данные, что немаловажно Если это хоть маленькая толика какого-то таланта Ну, опять же, не имею себя в виду В общем-то, я уже это прошел И плохо ли, хорошо, но вот это моя профессия на сегодняшний день Опять же, не знаю, не мне ценить Поэтому, если Александр по-серьезному И если, что называется, песни цепляют То, конечно, надо этим заниматься И если любимая любит Извините за это второе Если жена, любимая девушка Если она относится серьезно к творчеству Она всегда все поймет И даже безденежье И даже поможет на начальном этапе А вот у тебя конкретно как было? У меня Задумался Игорь Герман Нет, а что было у меня? Я, вы знаете, с раннего С ранней молодости играю в ресторане, собственно И моей жене выбирать не приходилось И приходилось, собственно, мириться Хотя, справедливости ради, надо отметить, что были, конечно, и даже скандалы Но ресторанная работа, она, собственно, предполагает некоторые Некоторые, не очень, может быть, понятные женам Значит, ходы-выходы Вот, но, тем не менее Жизнь музыканта, она, собственно, такая непростая достаточно Да и сам музыкант, если он состоится или состоялся Это уже очень много Значит, и всегда зачтется А потом Ваша жена Александра обязательно будет вами гордиться И говорить Вот у меня Александр Джокер Самый лучший Джокер Александр На белом свете, поэтому я вполне искренне и серьезно говорю Занимайтесь Если вы хотите, у вас обязательно получится Я даже, извините за пафос, прощаю некоторые вещи Молодым поэтам, когда слышу там что-то, да, вот Ну, вот ухо режет, реально там, может быть, как-то Какой-то графомансов присутствует или еще что-то Я себя всегда тешу Вернее, не тешу, а я знаю, что если этот человек очень хочет И он будет этим заниматься дальше То у него обязательно что-нибудь получится На двадцатую, на тридцатую песню Наверняка вывезет хороший текст И получится прекрасная мелодия Поэтому дай Бог вам здоровья, Александр И всего наилучшего вашим землякам в городе Распорт А мы, в свою очередь, слушаем следующую песню Игоря Германа Какая следующая песня, Игорь? Молодые и красивые Вальс, отлично Вы знаете, я что хотел сказать В общем-то, по этому поводу Вот сегодня со мной Я не один сегодня Фронтмен У нас еще есть леди Эту прекрасную девушку зовут Алина Для нее это тоже первый, так сказать, эфир Вот такой вот И написал я два дуэта Которые сегодня мы исполним вместе с Алиной Один из этих дуэтов называется Молодые и красивые Поехали Первый дождь Упал на землю Первый дождь Только знаю Ты меня уже не ждешь Я бы многое Хотел тебе сказать Но тебя уже нигде не отыскать Да и мне хотелось Кое-что шепнуть Не смогли преодолеть ошибок суд Зря бушует долгожданная весна Я одна ее встречаю без тебя Молодые и красивые И ничем не обделенные Но по юности строптивые И по юности влюбленные Все по юности строптивые И по юности влюбленные Но пройдет весенний дождь И не вернешь Все о чем мечтали мы И не сбылось И не жить И не дышать мне без тебя Значит, ты моя нелегкая судьба Не смогу с тобой разлуку пережить Я люблю и этим чувствам не остыть И не зря летит и кружится весна Навсегда с тобой одним обручена Ты ищи меня надежную Для тебя росла и верила Ты прости неосторожную Но для тебя тебя отмерила Я в словах неосторожная Еще, но для тебя тебя отмерила Где же ты, одна любимая Ожидаю на свидание И сверкнет неокосимая Как отличное создание Молодые и красивые И ничем не обделенные Но по юности строптивые И по юности влюбленные Все по юности строптивые И по юности влюбленные Все по юности строптивые И по юности влюбленные А у нас в гостях Игорь, Герман и группа энтузиасты Да, кстати, Алину поздравляю с дебютом Очень хорошо спела, да Господа, я думаю, всем нужно поаплодировать И поздравить девушку И может быть, я прошу прощения Что вмешиваюсь, так сказать, в ваше Может быть, представить всех музыкантов Я думал, что это условие обязательно Ага, молчу, характер бар Так нет, так вот и пожалуйста Николай Полянский Наш лидер-гитарист Николай Шабунин Николай Шабунин Барабаны Юрий Воронов Бас-гитара Николай Рымарев Клавишные инструменты Александр Абрамов Саксофон Таким вот образом, да За пультом Александр Малахов Вот И директор коллектива Александр Ануфрев Он там вот в студии, да Игорь Из Перми Вышло много Музыкантов Очень много музыкантов Я просто хочу, чтобы ты сам их Перечислил И вопрос такой Часто ли приходится общаться Со своими земляками И в каких-то с ними отношениях Да, со всеми, в общем-то В хороших отношениях Ну, а как земляки еще могут общаться В общем-то Я так думаю А Зачинателем, во всяком случае В нашем жанре Это Я сегодня уже несколько раз Замечаю за собой Произносил слово легендарный Да, вот Анатолий Полотно И группа Лоцмен Я записал свой первый альбом В девяностом году Так вот, задолго до этого Этот Молодой и красивый человек Уже существовал на сцене Затем уже Пошли в народ Если можно Да, кстати Не касаемо шансона Может быть люди Чуть постарше Помнят еще такую группу Шоколад Была такая группа И они пели такую песню Елена Милая Елена Вот эта вот группа Шоколад Твой пыл еще Что-то там не остыл Да Ну, это был супер-хит И такая Это тоже Это тоже пермская Команда была И Сережа Никаноров Один из лидеров Этой группы Мы учились вместе В музыкальной школе В хоровой Учились в одном классе На одной Значит В одном классе Да Потом Потом вот Игорь Герман Извините Чуть позже Чуть позже Чуть позже В начале Сережа Наговицын Он записал Два альбома В таком В роковом стиле Что ли Потом уже Вот выпустил Пять альбомов Сергей Наговицын Которого К сожалению С нами нету Сегодня Светлая память Человек Который оставил Неизгладимый след Собственно Очень большой Очень большой Кусок шансона Я думаю Что извините За такое слово Принадлежит ему Потому что я знаю Что он очень популярен В местах Не столь отдаленных Да и вообще Вот Сережа Сереженька Сергей Кама Еще один Наш пермяк Сергей Кама И Конечно же Я не могу Не сказать Это Сергей Русских С которым я Тоже учился Вместе В хоровой школе Мальчиков Сережа взял себе Такой псевдоним Север В жанре шансон Хотя он автор Многих известных Песен Одна из них К примеру Ту-ту-ту-на-на-на Которую спели Дуэт Академии Это вот его песня Ну вот наверное Есть кстати Плеяда очень серьезная Да Не А я могу сказать Проводится такой фестиваль Калина Красная У нас Да А в Перми В городе Соликамске Есть Не очень хорошая тюрьма Собственно Под названием Белый лебедь И Местные Местные ребята В городе Березники В прошлом году Провели Фестиваль Ну Типа Красная Калина Красная Но назвали его Белый лебедь То есть это было Слава Медяник Был и я был Тоже награждал Я могу сказать Что в Перми В Пермской области Очень много Авторов и исполнителей Которых я По крайней мере Слышал И думаю Что они Скоро На центральные На центральные Выйдут Площадки Нашей страны Дамы и господа Сейчас я хочу Предложить вашему Вниманию Клип Человека Который вышел Из Перми Очень талантливый Человек С талантливыми Музыкантами Клип Игоря Германа Как называется Клип Видимо Будет песня Вальс Романс Мы сейчас Только что Исполнили Вальс И Я был Кстати На гастролях В Питере И был на эфире Значит на радио И позвонила Женщина И сказала Игорь Конечно Вот вальс На концерте Обязательно спойте Вальс Романс Сегодня мы ее Исполнять не будем А клип мы Посмотрим Снова осень Играет на скрипке Невеселую Песню Свою Отлетает листва Как открытки Где написан По скриптам Люблю Отлетает листва Незаметно Своей участи Как бы стыдясь И ее доля Заканчивать Лето Тайно в песне Осенней Кружась И ее доля Заканчивать Лето Тайно в песне Осенней Кружась Так и мы Отлетали С тобою Приземлившись В дождливую Мглу Только манит Зовет За собою Это сладкое Слово Люблю Только манит И трепетно Дышит Заставляя Молчать И молчать Застучал Бледный Дождик По крышам Призывая В любви Отказать Застучал Бледный Дождик По крышам Призывая В любви Отказать Только Знаю я Прелести Тоже Захмелевшим В осеннем Лесу Я Из листьев Придумаю Ложе И Девчоночку Нежно Прижму Эх Стучи Бледный Дождик По крышам Призывая В любви Отказать Мы Тебя Ни за что Не услышим Нам Тебя Ни за что Не понять Мы Тебя Ни за что Не услышим Нам Тебя Ни за что Не понять Снова Осень Играет На скрипке Небесевую Песню Свою Отлетает Листва Как Открытки Где Написан По скриптум Люблю Тот По скриптум Живет Молодея Осень Мокрая Брось Воевать С каждой Осенью Мы Не стареем Что С влюбленными Можете Стать Тот По скриптум Живет Молодея Осень Мокрая Брось Воевать С каждой Осенью Мы Не стареем Что С влюбленными Можете Стать Можете Влюбленными Можете Влюбленными Времени, к сожалению, не так много у нас остается. Я предлагаю спеть песню. Отлично, отлично. Что будем петь? Поем песню «Светочка, Светуля». Секундочку, это страшная песня. Она меня на три дня из жизни выкинула. Я один раз имел честь увидеть этот клип на DVD. И в течение трех дней она мне не давала ни спать, ни есть. Я ходил, и у меня круглые сутки в течение трех дней. Светка, малолетка. А с 17, я думаю, когда же этот кошмар уже закончится? Я понял, что это хит. Поехали. Мы гуляли по проспекту С молодой красивой Светкой Улыбалось солнце в полный рост Суть до дела Стол накрыли И по маленькой разлили Я поднял за встречу умный тут Долго вас искал по свету Лето, зиму, снова лето Чтоб найди мне женщину свою Ждал я очень этой встречи И почти лишился речи Но для вас я даже пропою Светка, малолетка А с 17 лет Сразу полюбила Светка Весь еврейский свет И, конечно, Светке Платят всей душой Светочка, светуля Я всегда с тобой И, конечно, Светке Платят всей душой Светочка, светуля Я всегда с тобой Ваши губы, как малина Рисовать бы с вас картины Где художник, где не куполачу Мучит мне портрет приличный Перемена в жизни личной Про другое думать не хочу Я скажу вам по секрету Убедитесь сами в этом Что сегодня будет вам сюрприз Ювелиры и портные Люди, руки золотые В раз исполнят ваш любой каприз Светка, малолетка А с 17 лет Сразу полюбила Светка Весь еврейский свет И, конечно, Светке Платят всей душой Светочка, светуля Я всегда с тобой И, конечно, Светке Платят всей душой Светочка, светуля Я всегда с тобой Как мы жили друг без друга Света, милая подруга Я исправлю этот свой просчет Вас любить я очень буду А в конце устроим чудо И волшебный миг произойдет Долго вас искал по свету Измотался, спасу нету И, наконец-то, встретил Света вас И, наконец-то, встретил Светка Все мои забиты Как звенящие монеты Поднимают тост опять за нас Светка, малолетка А с 17 лет Сразу полюбила Светка Весь еврейский свет И, конечно, Светке Платят всей душой Светочка, светуля Я всегда с тобой И, конечно, Светке Платят всей душой Светочка, светуля Я всегда с тобой И, конечно, Светке Платят всей душой Светочка, светуля Я всегда с тобой И, конечно, Светке Платят всей душой Светочка, светуля Я всегда с тобой Дамы и господа В эфире программа К нам приехала На телеканале Ля Минор А у нас в гостях Игорь Герман Со своим коллективом Энтузиасты Но я просто хочу Пожелать вам удачи После этой песни Дня натрия Вы практически, Господа телезрители Выкинуты из жизни Потому что песня Светка, малолетка Не даст вам нормально Существовать Никоим образом Может быть, это и к лучшему Да, почему нет Позитивчик Мы только за это Игорь Шансон сегодня Твои симпатии Антипатии Твое отношение к жанру На сегодняшний день Достаточно такой Глубокий и серьезный вопрос Наверное Но, тем не менее Очень много исполнителей Авторов И, по большому счету Это радует Очень радует То, что на сегодняшний день Появляются вот такие вот каналы На которых мы можем На весь мир Не боюсь этого слова Сидеть и разговаривать На темы шансона Петь шансон И, по большому счету Я с оптимизмом смотрю В будущее Потому что, чем больше исполнителей Тем острее конкуренции, наверное Тем быстрее мы приблизимся к тому Когда будет качественный Хороший продукт И будет все больше и больше Авторов и исполнителей Еще раз повторюсь И, наверное, мы придем к тому Когда Артистами в жанре шансон Музыкантами в жанре шансон Исполнителями, авторами Начнут заниматься Серьезные продюсеры Потому что на сегодняшний день Понятно уже, что это Уже никуда это не денется Это уже У нас в крови, собственно, это было Сейчас это вышло наружу И очень хорошо, что существует Еще такой канал Ля-минор В общем-то Я думаю, все будет отлично Не просто, наверное, пробиться Согласен Но, тем не менее Если очень хочется То обязательно получится Следующая песня Еще одна Новая песня Это тоже дуэт Который мы споем с Алиной Она называется Поздняя любовь Такая поздняя любовь Бывает только раз Когда гибит по венам кровь Решает все за нас Так долго я тебя ждала И этих нежных слов Его далекая звезда Несет нам свет богов Спасибо сказочной судьбе И за весну, и за любовь Все это будто бы во сне Но замираем вновь Твоя рука в моей руке Букет волнующих цветов Все это будто бы во сне Но замираем вновь Сегодня ты красивей всей Красивей всей И светится душа Твоя душа В глазах искрит Счастливый смесь Счастливый смесь Счастливый смесь Пусть это Навсегда Навсегда Ты будешь Ты будешь самой дорогой По жизни без тебя Хочу делить Хочу делить с одним тобой Разные берега Спасибо сказочной судьбе И за весну, и за любовь Все это будто бы во сне Все это будто бы во сне Но замираем вновь Твоя рука в моей руке Букет волнующих цветов Все это будто бы во сне Но замираем вновь Забудем сумрачные дни Забудем про печаль В сердцах друг друга обрели И прошлого не жаль Поют апрельские ручьи А вместе с ними мы Нашлись пропавшие ключи От светлых тайн души Спасибо сказочной судьбе И за весну, и за любовь Все это будто бы во сне Но замираем вновь Твоя рука в моей руке Букет оранжевый цветов Все это будто бы во сне Но замираем вновь Все это будто бы во сне Но замираем вновь Все это будто бы во сне Но замираем вновь Дамы и господа Дамы и господа В программе к нам приехал на телеканале «Ля Минор» Игорь Герман А с нами хочет пообщаться Александр Герман из Майами Александр! Да-да! Здравствуйте! Сразу чувствуется Америка! Виталий! Здравствуйте! 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 Ансамбль энтузиасты! Я с удовольствием слушаю И очень рад, что я опять слышу певца По фамилии Герман Отлично! А как мы рады слышать Ваш незабвенный голос И я хочу вам задать этим вопрос Да, мы готовы выслушать Спасибо! Когда вы планируете приехать на гастроли в Майами? Вопрос хороший У вас там тепло сейчас? Скажите, Александр У нас тепло, даже жарко Можно купаться круглый год А мы-то люди Российские Мы без холода не можем Поэтому я думаю, что только к лету ближе, Александр Вообще, большое спасибо, что дозвонились И пожелайте всем своим близким и друзьям долгих лет Декабрь и январь подойдет для русских людей очень хорошо Отлично! Мы будем очень рады рассмотреть ваши предложения Александр? Вот видите, вот Америка На предложение раз и приходи вчера мукой получишь Где конкретика, да? Игорь, какие пожелания новоприбывшим в жанр шансон? Какие рекомендации у тебя как человека бывалого, знающего что, как, почем? Вы знаете, на самом деле можно так обобщить и сказать, что Ох, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота Когда-то Ну, все мы, в общем-то, выросли в Советском Союзе Ну, более сжато В России, да Так вот Я помню, как Юрий Антонов сказал Вы думаете, что Юрий Михайлович Антонов, наш известный очень, да? Человек Который сказал, что Песню написать не так просто Это раз сел и написалось Нет, говорит Он сидит попой на стульчике И по пианино говорит И вот так, вот так, вот так Поэтому Я предлагаю всем работать очень много И обязательно будет продукт, который мы с удовольствием будем слушать и вкушать Поэтому Всем нашим артистам И сейчас этот продукт прозвучит Пианист, наверное, да? Пианист, наверное, да? Да, всегда в оконцовке любого своего выступления пою эту песню, которая была когда-то написана про музыканта, про пианиста Она так и называется Пианист для вас, уважаемые слушатели и зрители канала «Ля минор» Поехали! Он такой изящный, длинный Симпатичный, как с картины Обожают все его и поют гений ночь Постоянно тут банкеты И блондинки, и брюнеты Любят все его и чья-то паровская дочь Ой, ой, как любит Ну а он, конечно, гордый Хоть и пьян сыграет твердо Он влюблен лишь только в фортепьяно Сладкий звук Так что отдыхайте, леди Неуместны штучки эти Он не тот, что может влезть под лаковый каблук Заиграл он на рояле водочки отбив Дамы тут же заплясали под родной мотив Чёрный клавиш, белый клавиш, папиросный дым Что же ты на грудь мне дабишь Без вина хмельным я стал маэстро А когда погаснет вечер В номерах начнутся встречи Прозвучит красивый, поразительно аккорд Он, конечно, не в обиде Пианист в своём прикиде Весь рояль в цветах атласных Просто натюрморт Ну, просто натюрморт Так и катит день за ночью У буфета в шесть он точно Чтоб начать программу Нужно сделать хитрый ход А прокинув пол фужера Он на сцену двинет смело Закружить, чтоб этот хулиганский хоровод Заиграл он на рояле водочки отбив Дамы тут же заплясали под родной мотив Чёрный клавиш, белый клавиш, папиросный дым Ну, шо же ты на грудь мне давишь Без вина хмельным я стал маэстро Заиграл он на рояле водочки отбив Дамы тут же заплясали под родной мотив Чёрный клавиш, белый клавиш, папиросный дым Ну, шо же ты на грудь мне давишь Без вина хмельным я стал маэстро Игорь, кому? Я думаю, что вот молодой человек, который дозвонился из города Волгодонска Пусть он обязательно позвонит И вот этот диск, я думаю, что ему нужно будет поставить Спасибо, дамы и господа, у нас в гостях был Игорь Герман и группа энтузиасты Спасибо вам, смотрите нас всегда Брэк Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok